Ну, это, зрелять надо, да? Да я говорю, можно и холодный чай, мне сейчас все равно. Нет, ничего. Давай, замаленько, посмотри. Я ж не вижу ничего. Это, а ты знаешь, что у нас, что у нас сам творится, ты знаешь? Ну, в городе, в городе, знаешь, что творится? Вот. Многие маршруты общественного транспорта перекрывают, переделывают. Из-за того, что у нас матчи в Самаре будут матчи чемпионата мира по футболу. По футболу, да? Да. Вот, например, 13 маршрут от тебя будет ходить только до дома печати, а не до врага этих самых подпольщиков. Да, только будет ходить до дома печати. Вот, что думаешь насчет этого? Это временно только? Ну, конечно, это временно, но дело в том, что это на целый месяц так будет. Да. Да. А, например, в центре города так и вообще весь общественный транспорт снимут. Да. Ну, то есть он в центре города не будет ходить? Да. Ага. Да. Это вот нам повезло. Вот мы не живем в историческом центре. Там потому что фан-зона будет. Ну, то есть место сборища для болельщиков, которые не попадут на стадион, потому что не помесятся, а просто соберутся на площади. Вот на площади Куйбышева. И прилегающие территории к ней будут закрыты. Ага. Вот, что ты насчет этого думаешь? Ну, это опять месяц, то есть. Ну, да, но это все-таки для жителей города очень затратно. Да. Потому что они фактически целый месяц, думайся, будут ходить на работу пешком. Ааа. Да. Это здорово. Так. Нет, это не вот так оно и есть. Нет, это я и здорово. Я чуть не упала. Денисочка, зажги. Ой, Бабнина, я не умею. Я, к сожалению, электронной плитой только пользуюсь. Да, я уже... Вот эти вот плиты, которые у тебя, они уже устарели, а я им пользоваться не умею. Ими умеют те, кто при СССР родились. Ну, что? Где этот самый? Какой вы же знаете? Черенок, вот он. А этот? Спичка, да, все правильно, все правильно держишь. Нет, нет, нет огня, нет огня. А где это? Вот, правильно. Нет, чуть повыше возьми. Эх, поздно. Ну, правильно, правильно, просто чуть повыше надо было. Сейчас мне еще раз скажи, где такой стороной. Да, все правильно, нет, правильной стороной держишь. Вот. Отличайник. Ой. А, огонь убавь, убавь огонь. Сейчас. А ты мне так катушку не можешь сделать? Как? Ну, так мне катушку не можешь пожарить, нет? Ты едешь очень здорово, да? Ну, я не здорово, но хочу. Как тоже? Ну, если, если, если тебя это трудно, я тебя не стану заставлять. Я не вижу денег. Ну, ты просто скажи, что тебе это трудно. Трудно, миленько. Ну, что ж поделать, придется дома есть. Что ж поделать. А ты вообще часто радио слушаешь? Каждый день. И что? Нет, имеется ввиду про Самару. Где жизнь? Про Самару часто слушаешь? Слушай меня колбаса. Про Самару часто слушаешь? Нет, часто. Да. Потому что ты слушаешь вот эту вот радио точку, да? Да. Да. А я слушаю это Москву в Самаре. Вот там. Нет, надо? Надо. Так, вот она колбаса. Колбаса я дала тебе? Ведра индейки. Да, да, дала, дала, вот она у меня в руках. Колбаса очень вкусная. Ага. Вот вчера там, вот вчера Тамара была. Угу. В больницу с Васей Галининой. Ну, дай мне садись. Сейчас я сяду. А мне кажется, есть тебе еще, давай, лестничка. А что, в принципе, вот через пять минут, вот это пилак он как-то? Нет. Не, а я кофе, не, я кофе не особо люблю. Не, я чай больше люблю. Давай, где? Да ну давай, вот на кухне поговорим. Что, у тебя телевизор работает? Работает. А у нас нет, у нас в зале, в зале, в зале. Где мать потом спят, он сломался, там включаешь кнопку. Да. А он вроде бы говорит, но не показывает. А, да. Ну мне хорошо. А у меня телевизора нет, а у меня есть, у меня есть. Есть. Не знаю, не знаю, телевизор. Да, есть. А, ну расскажи, как тебя на 9 мая поздравляли. Как? Как на 9 мая тебя поздравляли? Поздравляли. Денег принесли 3 тысячи. Вот. Да. Это хорошо. 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 Так, я хлеб сейчас передвину. Хлеб вот сюда вот. Пожалуйста, пожалуйста. Угу. Колбаска хорошая. Так она дядя 20. Тамаре понравилась. Ага. А что случилось-то, дядя Василий? Да ты что? Да. Докурил все видать. Нет. Нет. А что случилось? Вот другая причина. Причина это, сейчас скажу, то, что работал долго и первая работа. А он же вроде последнее время на пенсии был, нет? Ну ладно, это я не знаю, поэтому я у тебя спрашиваю. Да, но он и сейчас на пенсии. Вот. Ага. Так он на даче. Он занимается строительством, да. Ааа, да. Свой все дом строит или чужим как бы? Ну это не дом, это пристройка к дому он строит. Пристройку к дому. Да. Чтобы там разместить вот этих самых футбольных фанатов, которые приедут. Да. На чемпионат мира и ему за это деньги заплатят. А он знает об этом? Договорился с кем? А то может выстроить, а никто не приедет. Ну конечно он договорился с этим самым, ну как это, начальник получается. Ну не важно. С Василенко, с Василенко он договорился. Молодец. Да. Который, правда, он договорился, но он сейчас уехал на повышение в Москву. Он приедет. Нет, но договор то в силе. В силе его Азаров пока не разорвал. Так что все. Вот так вот разместят болельщиков. Загоришь маленько сюда. И завтраки. Ну вот так чайник кипит, да. Нет, не кипит. Ну да, не кипит, но в смысле горит. Да. Ой. Колбаса и хлеб на столе. Слушай, а что, у тебя зрение пропало, да? Да. И ты никак не хочешь, чтоб тебя наладили? Хочу. Но надо ехать и везь у нас в городе или в парк. В авраимпаспорщиков, в больнице. А кто со мной будет водиться? Если бы у Сережи был здесь, то кто со мной водиться будет? Да, у Сережи сейчас бизнес. Бизнес в Крыму. Ну, он возит эти самые грузочки через Новый мост. Да, 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 да. Вот. Ну. Поехали на одну забарочку. Найду себе. Ай, что-нибудь вкусненькое? Шоколадка, нет шоколадки? Нет. Один из них нет. Как у тебя что тут, да, я тебя открою. Что у тебя пусто тут вот? Мука только есть. Макароны. Бамма. Ааа. Сыр. Так, а это что у нас? Пшено. Это нам не нужно. Хе-хе-хе-хе. Сахар услада. А твои знакомые там соседки, подружки тебя навещают? Да, ты можно навещать часто. На майке нормально. Ага. Подарок тоже приносили. Такой. Какой подарок-то приносили? Бутырка водки. Ага. Колбаску, сыр. Ага. Ну что, водку ты попила? Ну-ка. Что это такое у тебя? Одну. Конфеты что ли? О, вот это хорошо. Это, я так понимаю, родные просторы. Нет или какие? Это безблажные. Хрен их знает какие. Ну тоже сгодится. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Короче, чай будет с бутербродами сейчас. О! Кипит, кипит. А я... А! Я не знаю там что-то выключать. Вот, всё, выключил. Ну, умница. Ага. Ой, спасибо, что меня похвалил. А меня родители постоянно ругают. Мать говорит ей, что я югнулся слишком. Отец говорит. Говорит, слышь, ты придурок там. Ну что, пойдёшь гулять? Я им отвечаю там, да или нет. Да. Так, и придурок дадёт. А ты ему тоже... Так. А сыр, сыр, сыр будешь? Ну, больше нечего. А, вот он. А вот что у тебя было в этом мешочке с днём Великой Победы? Да, вон. Поднесли целый килограмм. А уже второй месяц я всё поела. Вот. Целый килограмм конфет? Нет, вот таких. А, и ты поела, да? Да. Две-две-две-две-две-две-две-две-две-две-две-две-две-две. Ну, ешь, ешь. А я тебе съесть. Так. Я ищу. Я ищу. Чай забавил. Ой. А чё... Денис сейчас. А это чё такое? Пшено, Бавнин, это пшено. Пшено? Да. Я там уже искал, там я ничего не нашёл. Да? Ну чай, я не знаю, по-моему у тебя нет чая, мне кажется. Ой, слушай, а расскажи, ну, и чё, и чё вы о чём, о чём, о чём говорили с своими подружками? Как работали, дружно было. Да. Да. Как мы... Венишечка. А это пшено. Угу. Да? Да. Как вы что прошли, фронт прошли? Как вы фронт прошли? Да. Да. Ну и как? Я просто этих рассказов не знаю. Мне тоже было бы интересно послушать. Да. Как вы фронт с подружками прошли? Фронт... Мы на фронте не были. В нас не стреляли. Мы... Мы... были... под защитой. Щас расскажу. Угу. Венишечка. Да. Рукой вот тут. Может быть чай? Ну отойди, отойди, я не вижу. Отойди. Пакет? В чайнике или в чём-нибудь? Да нет вроде бы у тебя тут. Это сахар. Ну чё, сахар? В виде сахар. Да нет у тебя чая. Нет? Нету. Ти... 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 Андои рассказывает про фронт. Про... Рыли нас, привозили нам в кей... В... Б... В битруне, что молоко божим. 40-30 которые. Привозили, ээ... Что... Что... Эээ... Это... Красиво! аээ... Ага, ну щи щи, да, и варили щи, да, я понял. Нет, нам готовы привозили. А, ну хорошо, да. Мы роем там, вот, а нам обед возят, и хлеба по 400 грамм. Нет, а вот мне интересует, а после войны вот эти вот ровы вы закапывали или уже другие закапывали? Друзья. Ага, понятно. Друзья. Молодой женат, который. Ой, слушай, а расскажи, я что-то, по-моему, тебя, я, может, спрашивал, он уже сам забыл. Вот как ты вот, помнишь, вот, ты тот день, когда победу объявили? Помню. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, я не, я не помню. Я победу объявили, я мишечка, я уже, мы, нас на 3 месяца брали, да, а мы 4 были там. Я уже была здесь, но плакали, вот. Ну, это понятно. Все плакали, и мужики, и дети, ну, дети 14-16 лет же заработали. Угу. Вот, и все, Дениса миленькая, как плакали, ужасно. Нет, ну, а ты вот, когда тебе по радио передали, что победа, ты пошла обниматься, и... Обниматься все, с мужиками, молодыми, и вот... Ой, ой, блин. Эх, ты меня задела. Мой телефон? Не-не-не, мой-мой. Ну, ты наладишь, ты молодец. Ага. Он легко упал. Ну, потому что он был вот чуть-чуть вот здесь вот. Да, и на ногу, на моей ноге он упал. Нет, нет, не на ногу он упал. А, ну и... Вот. Ну, просто не все, когда объявили, что кончилась война, Денис, нацеловались, обнимались. Это правда. Ну, хорошо. А вот помнишь ли ты, когда вот объявили о том, что СССР, ну, распался? СССР? Помню, как же. Ну, вот, расскажи, какое ощущение было? Это... Знаешь, ощущение было такое. Мы все были недовольные. Так, мы были недовольные. Так, мы были недовольные. Ну-ка, наведи себе кофе с молоком. Ну, я не пью кофе. Кофе не пил. Да? Угу. Хорошо. Только пень по тебе соскучил. Угу. Ну, Рано, ты приехал. Надо после пенсии. У меня... У меня... Не, я... Ну, после пенсии у нас чемпионат мира будет. Я буду занят. Да и и дача еще. Хорошо. Привет. Еще. Да. Ну, отец не бьет тебя. Да он на дачу целый месяц. А, это... Приехал вот только... Вчера лампочки сделал, но лампочки перегорели, и уехал. И то он это там... С матерью поругался. Она... Она... Она на него... Она на него... Вась-вась-вась-вась-вась-вась-вась-вась. Вась-вась-вась-вась-вась-вась-вась. А он говорит, «А ну, Света, свой собачий язык ты лучше придержи про себе». Ну это ладно, это ж невелика беда. Но они не дерутся, ничего, не ругаются. Ну ругаются, конечно, но не дерутся. Главное, мы не дрались, а ругаться все не ругаются. А бабушка, тебе в последний раз когда была? Баб Маша? Да. День 4-5. Ага. И о чем вы беседовали? Садится в кресло, надуется и сидит молчит. Дениса, тая руку. Это вот правда, я говорю. Хоть бы... Да, знаешь, Денис, вот такой. Видишь меня? Да, вижу, вижу, вижу. Вот так вот. И все. Она на меня. Злится, злится она на тебе. Злится. У, страшно злится. Умница. Да. Просто я тебе благодарю за это. Так, чай маленько налей, чтобы остыл. Лучше бы ты налил, а то я с этим чайником не умею пользоваться, я боюсь, что пролью. Ну, потому что если бы я умел бы им пользоваться, я бы налил бы, а так. Налью, налю, налю. Налью. Это... Это бокал налил мне. Это котелок. Бокал... А где у тебя бокалы? А вот две книжечки. А, сейчас, тогда надо эту... Да, вот, вот надо приподнять. Вот, да, вот бокалы, вот. Большой, давай. Вот так, давай. Ну, ну, да, вот. А где что-то? А злится она, бабушка, на что? На что? Злится. Да, ну, на что злится? Что? Сейчас скажу. Что вот я не так делаю. Да, она постоянно об этом говорит. Вот. Дениса, правда, не вру. Ну, ничего не повредится? Да, да, вроде бы нет. Хорошо. Да. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Захар сам насадишь? А? Ну. Да. А, а мне, мне, мне холодно. То есть, горячий чай мне и не нужен. Мне лишь тёпленький. Так, ну, всё правильно делаешь. Нет. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть вперёд. Нет, подожди, 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 подожди. Нет, нет, нет. Опусти назад руку. Руку, вот. Нет, нет, нет. Дай-ка я тебя поведу, дай-ка я тебя поведу. Вот, вот, теперь лей. Теперь наливай. Молоко возьму? Не. Вот, правильно льёшь. Так, сахар? Ой, а расскажи, вот, последнюю... Мишечка. Да. Вот так вот. Да, да, вижу, вижу. Последнюю телепередачу, которую ты видел, расскажи. Про что? Ну, не которую ты последнюю видела, а которая последняя тебе понравилась, ну, или запомнилась. По телевизору? По телевизору? Хоккей понравилась. Хе-хе-хе. Ну, что хочешь, вот, делай, ну, делай я его. А Молоко смотришь? Вот, я люблю его. А чё там, я не смотрел, последний раз чё там было? Ну, последний раз мне не понравился. Ну... Поптор был. Поптор, вот, кусочками. Вот так вот. А хоккей давно был по телевидению, хоккей был? Да, я его люблю, вот я исполнился. Хоккей... Хоккей в мае был в конце, а сейчас уже июнь. Ты где чай? Где я тебе чай налила? Вот чай-то мне... А, нет, подожди, ты... Это мало. Ну, да. Так, а чай-то нет у тебя? Это ты мне воду просто налила. Да. Да. Воду. Надо ещё повнимательнее посмотреть. Ну, я смотрел внимательно, но вроде нет. Это что за... Это мёд у тебя? Мёд? Воду? Нет, не надо. Да, к сожалению. Чё нашёл? Ой. Да ничего я не нашёл, ничего нет. Да? Да. Я не хожу по магазинам, уже полгода на улице не была. Угу. А вот это самое... Расскажи, чё ты сейчас... Чё ты сейчас думаешь о чём? Я думаю? Да. Чем-нибудь для накормить? Колбаской есть? Не-е-е-е. Хлебкой. Ну, чая только нет, вот единственное, что... Чё ты сейчас думаешь о чём? Ну, я бы с кофе... Тебе посоветовала. Кофе. Да, кофе, кофе. Ой, да я же сказал, не пью твою тву кофе, блин. Вот. Нет, действительно не... Что ж. вот такая вот цицурина значит давай я просто тогда водички попью просто водички попьешь да только мне вот этот кипяток мне не нужен я здесь есть да нет не надо я уж поел печеньки а сяэнсга он еще не очень? да нет у тебя нет чая я тебе повторяю что вот давай колбасы мне лучше отрежь вот и все я тебе дала только слишком не смешно а у тебя в копчике вода она это из под крана? из под крана я пью в начале ее колбаса не очень вкусная очень это дядя Баса и бабушка очень их болела и дядя Баса ладно я сюда не поесть пришел я поговорить пришел молодцы угу спасибо тебе за это а это а голова района тебя часто навещают кировского? да голова кировского района тебя часто навещают? нет редко по праздникам вот первого мая в начале девятого мая то басы казахи на сферу еще что? еще что? течение водки сядь ты сядь 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 это значит что что приняли закон сейчас сейчас который повышает пенсионный возраст то есть я вот например если раньше женщины выходили на пенсию в возрасте 55 лет да а мужчина в 60 да ну это сейчас в советской власти было да 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 а сейчас хотят сделать ну уже решение практически принято да осталось только официально оформить мужчина будет уходить на пенсию в 65 лет вот 5 лет это много прибавить а женщины в 62 хотят сделать вот так эх 7 лет 7 лет прибавили да а ты прямую линию с президентом смотрела как прямую линию с президентом смотрела два раз его передавали вечером его смотрела ну мне Путин нравится чем он тебе нравится чем лучше всех он ну это ну это именно что он пенсионный возраст и повышает ну так Денис тебе маленько это это платят кто-нибудь ну не денется а как называют за сплату да ммм не не платят вообще не платят угу так так еще что ну тут правда я немножко не огорчаюсь тоже потому что отец с матерем привезли много картофеля и я вот им е им наедаюсь поэтому мне вот да хватает ну не хватает нет но я пока не голоден к счастью да да вот откуда они привезли ну с рынка ну я не спрашиваю ну не спрашиваю но точно по моему не из деревни нет но по моему с рынка да а погреб они привезли у нас же погреб затопило а вот что папа приезжал да 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 а ну мать еще погреба ем мать насчет погреба говорил еще в пятнадцатом году то есть в пятнадцатом году в апреле апреля месяца а папа хитрый он приехал только тогда когда у матери деньги деньги появились и он сказал что света значит ремонт погреба будет стоить там три дощечки надо прибить забетонировать в общем ну примерно тысячу пятьсот рублей и вот так вот вот а вот как раз как папа приехал и погреб отремонтировал а это по поводу дальнейшем дальнейшем да вот еще четвертая так теперь мамка сейчас на вечернюю работу не ходит детей учить не но она дает тут но сегодня мать уже уехала она говорила в час уедет но уже время примерно четыре пять да да ну это вот слушай ну понятно что там сейчас папа но тебе бы хотелось на дачу поехать ну вот если бы например отец бы уехал и там бы бабушка была вот тебе бы захотелось бы на дачу поехать захотелось и у тебя что кольцо в руке что ли не что ты пришел я бы и одна была без бабушки побыла там о я люблю я же и одна была а слушай это ну правда с электричками сейчас на наставь семейкина с электричками все хорошо ходит тютелька в тютельку хорошо да ну правда дороговато но тем не менее тем не менее сколько денег стоит 50 рублей в один наконец в один в один дорога ну тем не менее а билет в автобусе 60 рублей но дело в том что не в деньгах дело да ходят сейчас очень плохо автобусы во первых они маленькие то есть то есть вот не небольшие как раньше ходили а вот маленькие поэтому народа набиваются много да 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 и то и бывали случаи что на 156 на доме печати сам видел что ну некоторых ну не выкидывали а просто если ну много да много то автобус не едет автобусов всего три за целый день на весь маршрут и два часа три часа люди ждут нас поэтому сейчас вот лучше все таки на электричке путешествовать а к тому же запустили запустили скоростную электричку да да теперь вот несколько станций там Самара ну до аэропорта Курумыч от Самары до Курумыч но она останавливается на всех станциях да да но она останавливается у тебя на среднем Волжской тут рядом да и вот представляешь и вот в Семейкино и у нас на Стахановской да то есть это очень удобно да для нас именно электричка потому что вот некоторые станции такие как Ягодная да ну Сокская пропускают пропускают и прям представляешь и вперед да для чего 40 минут 45 и ты уже и ты уже в Семейкино представляешь со Стахановской не со Средневолжской представляешь это отлично да но видишь где-то упало где-то прибыло зато автобусов всего 3 на целый день это плохо да да и что они еще едят не я я колбасую лучше я колбасу колбасу я давно колбасу не ел я соскучился по ней ешь все если езать ну в общем вот такие вот дела я не могу ну это что касается транспорта а вот что касается дачи не могу сказать я еще в этом году ни разу не был я вот хотел поехать вот неделю неделю две три ну в общем хотел короче в мая в конце мая поехать но дождь как зарядил а не дождь зарядил такая была да очень холодно было ну ветер меня бы не отпугнул бы и дождь меня не отпугнул но ну вот холод меня отпугнул я подумал ну что там мерзнуть то я лучше дома останусь тем более дома там чаек согреваешься картошечка опять таки там когда я включаю плиту у себя дома очень очень плита так классно классно работает прям шипит так картошка то есть жарить тебе? у меня дома есть да у меня дома много есть ну вот мне бы конечно шоколадку бы но у тебя нет а попробуй все очищаем не 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 я попробовал я попробовал он не вкусно нет ну это конфета не шоколадка это конфета получу пенсии я дам тебе 100 рублей купишь хорошую шоколадку да я не приду когда у тебя будет пенсия я буду занят я буду там ну в общем я буду занят ну и ладно когда будь свободный вот постель постель потенцию деньги все колбаску сюда ешь а ты кстати сколько получаешь тебе прибавили печи убавили мне пенсию убавили о убавили но убавили не пенсию сколько я заработала пенсия моя а вот надбавки были немножечко надбавки там три процента четыре ну знаешь сколько сняли с меня наверное тысячи три это большие деньги и Серёжа Денисочка я отработала шестьдесят один год на прогрессе и несправедливо сделали с нами со всеми и со всех снимали ну это а ты считаешь Путин хороший именно именно он вот это и сделал это не Путин сделал а кто новый кто по денежам кто по денежам он поставил Силуанов министр финансов вот он поставил а Путин его выбрал и он но он не выбрал народ выбрал Путин а тут его поставил в качестве министра правильно и вот поэтому ну что делать ладно ну где то у меня две сто точно сняли не у меня ой по три по четыре тысячи снимали ну у кого большая тенсия больше снимали ясно а чё а чё вы ну ты ты не можешь по состоянию здоровья но другие люди которые ну у них здоровье более лучше чё они не очень на улицу там не писали протесты писали даже вот два дня Путин вот это ну вот как это называется Продолжение следует...